Добрый день! Сегодня у нас вот показываем, как петли варить. Смотрите, подложили полосу для ровности. Видите, потом вот тут я чуть-чуть хватанул. Видите, чтобы в одном уровне были. Потом здесь, видите, тоже, чтобы все было в одном уровне. И здесь тоже, чтобы ровно открывалось. Петли варю здесь. Можно варить с той стороны, а можно вот в самый простой, быстрый способ и безошибочный практически. Зазор, видите, чтобы ничего не... И вот так. Раз, второе. Ну и хватает. Будет работать отлично, 100%. А потом там с приход срезаем. Потом, внимание, обращай, видите, опять все ограды у нас, как обычно, уже зачищены. Еще до покраски, до сварки. Вот. Еще калитка на ограду тоже самое. Уже стараемся готовить. Комплектующие уже сразу. Вот они. Что еще сегодня делали? Ну, душ, вон, бак мы делали. Крест покрасили. Ну, а тут подчищаем швы, вот. Швы подчищаем. Что еще? Какие советы? Ну, тут тоже будем зачищать. Вот спильк варим для соединения. Видите, как? Здесь тоже все счищается, чтобы одевалось. Заходит она вот в эти дырочки. И отсюда они скручивают с гаечками. Можно делать насквозь ножки дырявить. Слишком сверло идет больше. То есть, лучше, когда ножки толстые, не насквозь трубу дырявить, и тут гайкой закручивать. А вот такие шпильки на ножку. Но мне удобнее, проще. И удобнее, я думаю. Эффективнее, экономичнее. По времени лучше. Шпильк навариваем. Причем она восьмерочка достаточно вполне. И секция. И секция, когда пораздеваешь тут, она слишком длинная становится. Шпилька, допустим, на 8. Она мнется и гнется очень легко. Балты приходится на 10 делать. И дырки огромные. Уже на 12, на 14. То есть, это большой как бы минус. И сверло нужно убивать все дольше. А когда шпилечку, дырочка поменьше. Тут на 10 раз швеживаешь обычно. И одевает. Она коротенькая. Особо не мнется, не гнется. Закрутили. Видите, у него рычаг все небольшой, маленький, закрутился отлично. Вот так опять оград. Видите, уже у нас практически она уже готова под прокраску. Только, конечно, мелкие. Вот так вот я навариваю, да? Навариваю. И потом все счищаем. Вот видите, она тут в кровь пошла. Тут надо, может, еще подснять. Это уж у нас красить, снимать. Потом кресты, видите, тоже советую. Если кто красит, допустим, дорогой краской, они дорогой будут красить. Зачем там с лишним 40-50 см красить дорогой краской? Дешевенькой. В землю никто ее не видит. И все. Здесь тоже самое. Гробница у нас будет. Дорогой краской красится. Взяли, черный вон. Махнули. Причем валика меньше улетает. И не летит ни на бока, ничего. Потому что тут медь будет у нас. Но это мы тоже снимем. Взяли вот тут. Вот такие вот советы, если кто их занимается, то если будете тут красить пульверизатором, компрессором, сюда-то попадет. Попадет. А краска может на разных растворителях, может, спочится. Поэтому мы тут валиком тоже проходим. Валиком. И в силу. А потом будем дорогой краской. Это такие гробницы, но они у нас потом будут. Сыточницы. Потом. А вот. Что тут еще? Кресты у нас тоже самое. Так же забывали. Да, надо не забыть будет нам вынуть вон ту зеркалку. Отправку организовать. Вот тоже самое ограду, уже крашен. Видите, у нас шпильки тоже самое наварились. И здесь шары. Такая вот версия. Так, ну вот, вернулись мы к ограде. Видите, тут, конечно, все будет счищаться. Видите, вот сюда я варился. Видите, и заварка, заварка. Ну и тут для контроля. Вот потом, тут я срезал. Срезал, хоп. И все открывается отлично и ровно. И здесь вот тоже должно быть одинаково. Вот здесь это убраю. Все, убралась пластина. Готово. Здесь, видите, у нас рисунок разорвался. Здесь тоже у меня стояло временное. Видите, временное стояло. Я рассказывал в другом репортаже. Что вот сюда она вставлялась. И когда я ножку прихватил, я ее вынул. Вынул шланг, чтобы не сжалось. Потому что тут варится, зажимает. И вот, видите, наложил, отмерил. Тут расстояние равное, тут расстояние равное. И вот тут пошел завар. Отметил на завитке, приложил, отметил. Все, варю. Ну а здесь вот продолжение завитка. Видите. Хоп. Вот так. И все. Можно так варить, можно вот так. Не имеет значения абсолютно. Потому что все равно она будет закрыта положено. Это можно отрезать. Но это смысл у меня. Вот так варится калитка. Здесь у вас будет, видите, ровно. Здесь заглушки мы поставим. Вот они, дырки. Это секция мы соединяем. Это когда ограды трепетят. Я в основном делаю, уже разрываю. Допустим, на две бью, чтобы не прогиналось. Вот, дырочки, видите. Тут будет еще одна секция. Ножка, на ней шпильки. И скручивается. Очень удобно. Ну вот так мы делаем оград. Потом пятаки тоже. Пятаки можно большие делать. А можно, чтобы удобнее для установки, для перевозки. Вот, хопа, и она у вас не провалилась. Это самый лучший вариант. Ничего у вас ни здесь не торчит. Ну, бывает, навариваем. Там вот этот наварил. Ну, понимаете, при перевозке, если места много, то без проблем сюда, сюда. А если проблем с перевозкой, то вот, прихватили и отрезали. Вот так вот. Ну, что у нас еще сегодня мы делаем? Ну, вот, калитки уже наготове. Ограду тоже еще будем продолжать делать. Видите, завиток, он, видите, как бы продолжение должно быть. А я же отрезал, вот эту часть пришлось вырезать, выбросить практически, чтобы были продолжения. Отрезал, подровнял. И вот так вот сейчас будем обваривать. обваривать вот так вот. Надо подальше камеру без маски варить. Потому что... Ну, полуавтомат, конечно, часто музыка компонсирует. Любили. Куда они скрылись, непонятно. Вот так вот. Ну, вот так. Ну, вот так. И здесь тоже. Опа. Все. Здесь, видите, тоже, видите, варен практически в круг. Я всегда оставляю тут щелк. Здесь варится со всех сторон. На, вот, потом перевертываем. Тут тоже надо хватануть. Смотреть, чтобы только в одном они были плоские. Видите, как смело можно открывать. Ничего не оторвется. Вот такие вот. Планируем мы еще снимать камеры тут установить, чтобы непрямые трансляции вести. Так, смотри, это миллион. А я глаза закрываю. Не, вообще, человек. Через объектив борьбаешься. А-а-а. Мне кажется, нет. Ну, вот, хотим, конечно, прямые трансляции вести. Но, честно говоря, финансы нужны. Каждый клиент видел, как ему оград делаем. Не обманываем. Чистим, чем красим, какую краску. А то говорим, дорогой краской. Они не верят. Мы говорим, да мы сами покрасим. Говорю, приезжайте проверяйте. Ну, если люди верят, кто не верит. Ну, что еще? А так бы они включили трансляцию и смотрели, как я работаю, как их не оград. Мы ее облизываем почти. Ну, не всегда, конечно, но может такое быть. Вот. Финансы нужны, финансы. Ну, и интернет тут, наверное, у нас проблема. Так, ножку надо не забыть. Так. Где у нас полоса, которую я показывал? А то люди бы смотрели бы, как мы работаем, а не чай пьем. Не, ну, одной рукой я так не приварю, конечно. Надо держать полосу. Ну, вот она ножку приварилась. Видите? Это то, что это ерунда полная. Она будет держаться. Главное, это. Все, оград готов практически. Сейчас провариваем, доглядываем, где еще не доварим. Ну, и пойдет она вон туда, вон, на зачистку. На зачистку сейчас пойдет. Так, ну, завтра все у нас. Там душ мы будем снимать. Ручки мы приварили. Ну, это обзор будет про душ. Как что сделано, почему? Завтра будем. Видите, вот душ вот. Мне баки такие не нравятся. Они метр двадцать на метр двадцать. С Украины. Не то, что вы говорили, не с Украины. Не, не нравится. Он торчит, понимаете? И что там на нем? Вот, это противосъем. Противосъем мы организовали. Видите, пришлось вот наваривать, выносить, сюда вынесли, сюда. Был бы он прямой раз и противосъем. Но это вот нам он не хотел. Я говорю, ну как, это вам с рычагом раскачает уголок. Вот это более-менее противосъем. Хотя мы знаем, как его тоже легко убрать. Но не легко, конечно. Для нас он слегка. Вот. Вот так делают противосъем из профтрубы, но это несерьезно, конечно. Но это я его рукой сломаю нахер. Вот. А здесь, вот видите, опять видите, как варен. Так. Он изнутри варился. Круг практически. Вот тут все варилось. Вот это они не сломают. Вот. Но здесь я знаю, конечно, как сломать это все при желании. Вот эту планку мы поставили. Хотя хозяин говорит, ничего не будет. Я говорю, да ее рычагом выломают. Вот просто возьмут, отогнут. И туда его нахер. Ну, вот так. Мы не будем рассказывать, как их баки. Баки. Видите, сегодня дождь был офигенный. Баки, как воровать и демонтировать. Ну, до новых встреч. Репортаж продолжим. До свидания. Видите, вот такая же. Нет, да, вот так. Так, вот видите, продолжение. Вот и награда. Три, вот здесь. А там три сеанса. Мы разбили 500 рублей метров, но пошло усиление. Вот эта труба 25 до 25. Ножка 40 на 40. Ну, вот такой забабахали. Ну, вот соединение, как я объяснял. Тут закручивать. Тут можно заглушки пластмассовые поставить, чтобы вода не шла. Или плотно закручивать. Но это, возможно, вариант. Видите? Может не дотянуться. Тут, возможно, варианты. Вот она, оградка. Общий видит. Видите, какой заполучилось, да? Вот такая вот. Калитка вот так разорвана. Заглушки надо будем ставить. Еще бы тут надо зачистить. Вот это надо зачистить. Ну, да, если все не зачистить, то просто попробуем собрать, собрать, проверить, сейчас оставим сюда. И дырочки, где че как. Все захочется. Как смог собрать. Продолжение следует, как обычно.